Итак, Ленинский районный суд Уфы сегодня вынес обвинительные приговоры вице-премьеру, министру ЖКХ республики Борису Беляеву и главе Минстроя Рамзилю Кучербаеву. Им назначили реальные сроки лишения свободы. Каждому дали по 6 лет колонии общего режима. Чиновникам также запретили в течение двух с половиной лет занимать должности на госслужбе. Чиновника осудили за превышение должностных полномочий и служебном подлоге. Ни Беляев, ни Кучербаев свою вину не признали. Адвокаты заявили, что намерены обжаловать решение суда. Помимо приговора двум министрам, в суде огласили обвинение еще нескольким чиновникам. Зам. начальника управления капстроительства Башкортостана Рамилю Сафину и экс-заместителю главы Кумертау Юрию Курову назначили по 5 лет лишения свободы. А также на них наложили запрет занимать должность на госслужбе также в течение двух с половиной лет. Главу отдела капстроительства номер два управления капстроительства Шадмурата Бекимбетова приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Ему также запретили работать на госслужбе 2 с половиной года. В меру причине видится при этом определенное действие Беляево Кучерва изменить на содержание по страже, взять по стражу в зале суда и содержать их в СИЗО города Уфы до вступления к приговору о закону силы. В меру причине коровы Сафина Бекимбетова в виде подписки о неведении на держащем поведении изменить на содержание по страже, взять по стражу в зале суда и содержать их в СИЗО 1 города Уфы до вступления к приговору о закону силы. Ну и напомню, по данным следствия, с июня по сентябрь 2017 года Рамзель Кучербаев, занимая пост начальника управления капстроительства Сафин Бекимбетов и Куров, подписали акты приемки очистных сооружений в селе Маячный. Он находится в Кумертау. При этом чиновники были в курсе, что пусконаладочные работы на объекте не выполнены, он не может эксплуатироваться. Эти документы утвердил Борис Беляев, занимавший тогда должность главы Кумертау. В дальнейшем, по указанию Курова, с согласия Беляева, главный архитектор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Сказанные сооружения до настоящего времени фактически не функционируют, в связи с чем пришли в аварийное состояние и непригодны для эксплуатации. В результате преступных действий подсудимых бюджетной республики причинен ущерб на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. В правительстве региона прокомментировали громкий приговор. Если обвинительный вердикт вступит в законную силу, тогда будет приниматься решение об освобождении от занимаемой должности Бориса Беляева и Рамзеля Кучербаева. Добавив, что говорить о прекращении полномочий на данном этапе с позиции закона преждевременно.